Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Экономика. Сузов. Численность граждан, находящихся под угрозой увольнения, сократилась с 6,5 тысяч до 4,7 тысяч. Экономика. На 101 афм. Зарплаты в сельском хозяйстве выросли на 7 процентов. Об этом заявил исполняющий обязанности министра сельского хозяйства Алексей Котлячков. По его словам, в прошлом году индекс сельхозпроизводства в Кировской области составил 104,5 процента. Возросла доля прибыльных предприятий до 91 процента, то есть на 6 процентов за год. Зарплаты увеличились на 7 процентов и составили более 19 тысяч рублей. Задолженности по выплатам в регионе нет, заявляет чиновник. Программа Экономика. К другим новостям. Васильев назначил ответственного за расходование миллиарда на дороги. На сайте правительства области опубликовано постановление о распределении межбюджетных трансфертов на развитие транспортной инфраструктуры. Федеральный бюджет на это выделяет региону миллиард 125 миллионов. Средства будут распределены между тремя городами. Кирово-Чепецк получит 26,5 миллионов рублей. Слободской 95,5 и Киров более миллиарда. Контроль за выполнением постановления возложен на исполняющую обязанности заместителя председателя правительства Кировской области Ольгу Куземскую. Летом в Кирове откроется распределительный центр магнита. Он строится в Юрьянском районе у села Загария. Уже сейчас краснодарский ритейлер открыл для кировчан 700 вакансий в распредцентре. Инвестиции составили полтора миллиарда рублей. Как уточняет издание «Навигатор», с открытием центра у местных производителей не будет необходимости возить продукцию в Ижевск и Зеленодольск, где расположены ближайшие распределительные центры. А сразу будет возможно поставлять ее в магазины на территории области и за ее пределами. Центр будет обслуживать более 400 магазинов в Кировской, Архангельской, Вологодской и Ярославской областях. Экономика. Объявлен набор на курс начинающий предприниматель. Слушатели получат навыки по моделированию бизнеса, знания по управлению и маркетингу, рекламе и продажам, налогообложению и финансам, а также по работе с персоналом. По итогам обучения слушатели готовят бизнес-план создания нового или развития существующего предприятия, защищают его перед аттестационной комиссией. Лучшие выпускники получат финансовую поддержку на реализацию своих бизнес-проектов в виде льготных займов до 500 тысяч рублей под низкий процент на срок до двух лет. Программа «Экономика». Напоследок несколько цифр. 2,5 миллиарда должны кировские банкроты. Это почти половина всей налоговой задолженности в регионе. На 0,3% выросли в феврале цены на товары и услуги. В 398 миллионов рублей оценили имущество кирово-чапецкой птицефабрики перед его продажей. И о валютах. Доллар на сегодня 58,24. Евро стоит 62 рубля 49 копеек. Ольга Балезина. Новости экономики в Кирове. Программа «Экономика». 101 АФМ.